Новое современное здание пожарно-спасательной части открыто в поселке Чернянка Белгородской области. Подарок на новоселье преподнес фонд поколения Андрея Скотча. Огнеборцы получили современные комплекты гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Подробности в следующем материале. В составе 39-й пожарно-спасательной части в Чернянке 20 человек. Раньше они работали в здании 1938 года постройки. Необходимость в новоселье действительно назрела. Новое здание построили за несколько месяцев. Еще вчера мы с Сергеем Петровичем здесь проходили и выбирали место. И если честно, я не думала, что так быстро возведется. Здесь все необходимое. Есть абсолютно. Оснащено всем необходимым. Комнаты для отдыха, служебные помещения, комната приема пищи, комнаты для хранения ПТВ, для обслуживания всего автомобилей, также и ПТВ. Поздравить спасателей с предстоящим праздником приехал и помощник депутата Государственной Думы Андрея Скоча Алексей Мирошник. От фонда «Поколение» он вручил представителям четырех подразделений МЧС по Белгородской области сертификаты на новое пожарно-техническое вооружение. Комплекты гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Миллион рублей фонд «Поколение» направил на приобретение подобного оборудования, но оно крайне необходимо для участия в ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Это оборудование позволит извлекать пострадавших из автомобилей, а также оказывать помощь для того, чтобы поднимать различные грузы и разбирать завалы. На строительство из областного бюджета выделили порядка 17,5 миллионов рублей. Это пятая пожарно-спасательная часть, построенная в этом году в регионе в рамках областной программы. В следующем году ее реализация продолжится. У нас принято решение на уровне правительства Белгородской области во главе с нашим губернатором Евгением Степановичем Савченко о программе, которая будет реализовываться в 2020 году. В 2020 году за средства областного бюджета и средства объекта Лебединского горного погодительного комбината планируется вот еще пяти объектов.